Надо по шеи дать словами. Как вести себя на работе, если в присутствии осуждают, ругают и так далее. Если в присутствии осуждают, ругают тебя или кого-то другого. В этот момент прощать, соглашаться или протестовать, противоречить. Если в твоем присутствии осуждают и ругают начальника, но без его присутствия, надо не участвовать в этом. Надо отстраниться от этого и сказать, я не хочу в этом участвовать. Потому что ругать начальника означает разрушать весь коллектив. Даже если начальник не прав, ты можешь смиренно ему об этом сказать самому. Это единственное, что ты можешь в этом случае сделать. Если ты начинаешь его обсуждать со всеми, ты рушишь все предприятие. И пострадает не только начальник, но и все остальные от такого-то его поведения. Поэтому ругают начальника – это очень неблагоприятная вещь. Она всегда разрушает коллектив. Если ругают тебя, значит надо понять, за что это делают. Если ругают за что-то, надо раскаяться. А если просто тебя диспотировать пытаются, отстранись от этого человека и защищай свое собственное достоинство тем, что не участвует в этом процессе. Игнорируй этого человека и поменьше с ним общайся. Если старший тебя ругает, надо всегда принять и извиниться. Если равный ругает, надо отстраняться. А если младший ругает тебя, значит надо тогда ему нежным голосом объяснить, в чем заключается его истинный долг. Если он не хочет этого понимать, значит надо его наказать. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok